Доброе утро всем! Надеюсь, ваше утро начинается хорошо, а мое с поломки вот этого вот чайника. И сейчас я делаю чай в кастрюльке по старинке. А этот чайник уже придется выбрасывать и быстрее всего нам придется сегодня что-то купить другое, потому что чай мы пьем очень часто, очень много и новый чайник нам очень-очень нужен. Еще! У Мики релакс. Она с утра уже набегалась, насердилась, намяукала и сейчас релаксирует, почти засыпает. Только что, когда я зашла, она так пристально смотрела на этот песочек, как он бежит. Ну а пока у нашей Мики там релакс, я решила заняться своими вазонами. Полила их, протерла пыль, также протерла пыль с полки. И сейчас буду ссаживать водичку, которая еще стекла, и буду их уже ставить на место. И пойду мыть окна. Сегодня у меня будет такой день уборки. Ну и это моя орхидейка, все еще цветет. Вот цветочки большие, как я уже говорила. Очень красивые. Прямо налюбоваться не могу. А также у меня будет вот уже скоро цвести. Она только отцвела, я срезала стрелочку, и она пустила новую. Такая молодец. Такая маленькая. Такая проворная, но она дает очень маленькие цветочки. И еще мне нужно пересадить этот вазон, потому что он уже такой большой. А толстенка моя, мне кажется, как я ее купила, так она и никуда не растет. Просто себе наслаждается жизнью. Я не знаю уже, что делать с этими вазончиками. Этот, что слева, чуть-чуть, более или менее подрос. А вот этот, как был маленький, так и остался. И еще у меня там осталось 4 орхидеи. И вот такой вот один полить, протереть пыль. Вот такой у меня здесь погром. Я уже помыла окна. Там спит Мика, кому хорошо. Сейчас еще помою диван. Подвинула его, помыла за диваном. И по чуть-чуть, по чуть-чуть буду заканчивать здесь в зале и переходить в другую часть дома. Сегодня очень-очень душно. Прям жарит невозможно. И из-за этого очень тяжело работает. Ну, что делать? Нужно убираться. Нужно мыть. Все потому, что с этой жарой просто невозможно дышать. А еще наша Мика линяет. И плюс пыль с этой стройки. Это вообще дурно. Ну что же, я уже закончила с уборкой. Искупалась, потому что очень жарко. И сейчас жду Адриана. Он придет приблизительно через полчасика или чуть больше. Придется работа домой. Искупается тоже. И мы поедем в магазин, хотим купить рыбы. У нас есть лосось в холодильнике замороженный. Но, если честно, он нам уже надоел. Как вы знаете, мы берем всегда одну целую рыбину и замораживаем. И вот почему-то в последнее время постоянно лосось, лосось и лосось. И уже хочется чего-нибудь другого. Я бы хотела дораду, жареную на сковородке, с лучком. Но посмотрим, что сейчас там будет свеженького, то и возьмем. Даже если в духовке, мне все равно только вы что-нибудь другое. Ну и по дому я сегодня сделала все. Помыла окна, помыла балконы. Убралась во всем доме. Также почистила диван. И, наконец-то, постирала наш ковер, который в зале мы стелим. Последний раз я его стирала еще на той прошлой квартире. На этой новой квартире я его еще ни разу не стирала. И он уже чуть-чуть поднабрался пыли. И так как сегодня жарко, я надеюсь, что до вечера, возможно, и до завтра, потому что он достаточно толстенький такой, он просох. Ну и за рыбкой мы собираемся в Алькампу. Это Ашан. Потому что там всегда большой выбор рыбы. И она там более или менее свеженькая. Когда придем что-нибудь приготовим пообедать, я думаю, что поджарим рыбку или сделаем в духовке. Ну и потом у нас запланировано очень важное дело. Нужно будет сделать все быстренько, насколько это будет возможно. Потому что Адриану потом еще нужно будет вернуться на работу. Эти последние дни это с нас уже выжило достаточно соков. Но этим нашим планом я уже поделюсь с вами вечерком, когда мы все сделаем. Ну а сейчас, наверное, буду по чуть-чуть собираться, расчесываться, сушить волосы не буду. Потому что сейчас такая жара, что фен просто невозможно использовать. И буду потихонечку ждать Адриану. Но перед этим, наверное, давайте я вам покажу, что я купила эту неделю. Так как сейчас я снимаю только один влог в неделю и выставляю его в воскресенье в течение дня. То, конечно, то, что покупала эту неделю, я не снимала. Но сейчас я хочу себя приучить к какому-нибудь режиму. Например, сперва выпускать влоги хотя бы по воскресеньям. А то в последнее время у меня бывало так, что по две недели ничего не выходило. Что-то я разленилась и это не есть хорошо. Так что сейчас я буду пока что выпускать по воскресеньям. Потом добавлю еще один день. И потом, наверное, еще один день. Хотя бы выпускать три раза в неделю, как это было раньше. Но пока что не будет определенного времени, во сколько часов я буду выпускать. Но потом, возможно, и также и поставим какое-нибудь определенное время, чтобы вы знали, в какой день и в какой час будет выходить новый влог. Думаю, так будет лучше для вас. Так будете знать, когда что. И также для меня, потому что я таким образом приучу себя к какой-нибудь дисциплине и постоянству. А то в последнее время, конечно же, снимаю, когда у меня есть настроение. А настроение у меня может не быть там месяц. И потом, конечно же, наши родные и также некоторые мои подписчики начинают мне писать там в Инстаграм, переживать. И мне, конечно же, в такие моменты очень стыдно. Но также очень приятно, потому что знаешь, что есть люди где-то на земле даже, вот не только семья, родные, а также совсем незнакомые люди, которые переживают о тебе. И это, если честно, очень-очень приятно. Таких подписчиков, конечно же, очень мало, которые переживают, куда я исчезаю. Но я им очень благодарна. В Сари Хоум я взяла вот такой вот половичок для ванной. Он такой чуть-чуть бугристый. И когда наступаем, с непривычки кажется, что вот-вот там нога согнется. Ну, в принципе, он такой симпатичненький. И самое главное, не очень видны волоски Мики. И Мика его, между прочим, заценила. Она здесь лежит. И он ей очень нравится. И также взяла в Сари Хоум вот такие вот два белых банных полотенца. Одно полотенце вот такое вот с бабочками. И второе с ракушками. Также в Сари Хоум взяла вот такую вот пенку для рук. И уже в другом магазине, он называется Друни, я взяла косметический. Я взяла вот такой вот скраб. Сперва подумала, что он для тела. Но потом оказалось хорошо, почитала уже дома. Оказалось, что он для лица. Этот скраб достаточно дешевый. Мне обошелся в 2 с чем-то, около 3 евро. Но по сравнению с другими скрабами, что я покупала раньше, он достаточно экономный. Не знаю, почему я раньше на них не обращала внимания. Но я уже несколько раз попользовалась. И достаточно неплохо. Но обычно я пользуюсь вот этим. Вот это у меня уже, я не знаю, какой тюбик. Третий, четвертый. Для моей чувствительной кожи. Это самый подходящий скраб, который я встречала. Но пока что после этого у меня нет ни высыпаний, ни покраснений. Так что пока что пользуюсь им. Ну и также иногда буду пользоваться этим своим любимым. И также там же от Organic Shop. Тоже я никогда не обращала внимания. Взяла вот такой вот скрабик. Он стоил то ли евро 95, то ли евро 99. И взяла еще один с морскими подростями. Тот я уже использую, уже пробовала два раза. И достаточно неплохо. Если сравнить с теми скрабами, которые я покупала раньше за 10-15 евро, то этот даже не уступает им. Ну вот так вам покажу через стекло душа. Вот. Я попользовалась два раза. Ну, конечно, мне уже ушло почти пол баночки. Но я пользуюсь так, не очень экономно. А также сейчас пользуюсь вот этим вот шампунем от L'Occitane. И также, как же он называется? Ополаскиватель. Кондиционер. Кондиционером. Покупала уже давно. Не знаю, полтора месяца назад. Потому что последний год где-то я вообще не могу найти мой шампунь. Все, что покупаю, у меня волосы какие-то сухие. А вот этот, вот даже сейчас почти не использую утюжок и фен. Но волосы высыхают. Гладенькие, приятные, шелковистые. Так что пока что он мне очень нравится. И, наверное, я все-таки продолжу с ним. Я уже использовала больше, чем половина бутылочки. И вот кондиционер у меня уже тоже почти заканчивается. Но пока что этими двумя продуктами я очень довольна. Ну, в принципе, пока что все это. Все мои покупки сделаны на этой неделе. У меня, конечно же, здесь турдом. Все продукты вот там. Потому что мы ничего еще не купили. Вот сюда под умывальники. У нас все тот же ящик. Но пока мы не найдем что-то, что нам бы понравилось, мы не будем тратить деньги на всякую фигню, чтобы потом ее выбрасывать или думать, кому ее отдать. Так что пока что вот так. Что, Мика? Ты опять мяукаешь? Вредина. Ты вредина? Давай пойдем идти вкуснейших. Адриан принес новый чайник. Я его покажу чуть-чуть попозже. Потому что сейчас мы быстренько едем в магазин. Мы были в супермаркете, сделали маленькую покупку. В основном это рыба. Взяли мороженое Магнум. Три пачки. Там с карамелью и шоколадом. С карамелью. И шоколад. Печеньки вот такие вот на завтрак. Цукини. Один хлебушек. Рыба чичара. Я искала перевод, но не смогла его найти. Так что не знаю. Еще потом поищу. Если я найду, то напишу где-то внизу, как она называется. Взяли форель. Четыре штуки. Килограмм 6,49. За четыре штучки мы заплатили 12,07. И также взяли креветки. Килограмм креветок стоит 12,29. Здесь у нас 645 грамм. 7,93. Мика опять просится на балкон. И также взяли один арбуз и вот такие вот пляжные шорты. Желтенький. Адриан себе взял. Арбуз по 55 сентимов килограмм. Сейчас на обед, я думаю, мы сделаем две форели в духовке. Все. Я уже помыла форель. Поставила вовнутрь хамончик. Сверху посолила. Поставила вот так чесночок. Он поджарится, но не сгорит. Вот так, если его ставится с корлупкой. И все. Больше я ничего не добавляла. Никаких специй. Ничего. Чтобы рыба имела свой вкус. И так она получается очень вкусной. И сейчас отправляем в форель. Где-то на минут 15-20. Духовку разогрела до 200 градусов по Сельсию. И будет она жариться. Мы, кстати, с Адриану не любим никакую картошку. Никакие овощи. Только если делаем лосось, то ставим какую-нибудь спаржу, жарим или цукини. А вот с такой рыбой мы не едим ничего. Просто рыбка, политая соком лимона. И нам хватает. Ну и на десерт у нас будет арбуз. У нас еще частичка была в холодильнике. И также вот этот, который мы сегодня принесли. Так что вот такой у нас будет десертик. Ну вот, наш обед готов. Пахнет очень вкусно. Мы пойдем есть. Я Адриан купила вот такой вот филипс. Ну и для нашей кухни, я думаю, подойдет белый. На самом деле он не мигает так красным. Это просто камера так передает. Не знаю почему. Ну и смотрим, попользуемся. Надеюсь, дольше попользуемся, чем в прошлом. У нас сейчас 9 часов. Жара чуть-чуть спала. Можно посидеть чуть-чуть на балконе. Подышать свежим воздухом. Потому что сегодня так жарило, что было просто нереально даже выходить на улицу. Я даже сегодня вот кроме магазина нигде и не была. Мы с Адрианом уже наконец-то закончили с нашими делами. Мы сейчас готовим отпуск. Будем ехать аж в октябре, потому что раньше Адриан не может. Никак у него не получается с работой. И мы резервировали отель. Также резервировали билеты на самолет для мамы Адриана и Дмитрия Васильевича. Это отчим Адриана, потому что мы едем в отпуск с ними. Но мы зарезервировали 3 комнаты. Также надеемся, что еще сможет приехать сестра Адриана со своим мужем из Германии. Они точно не знают, смогут ли прилететь, не смогут ли прилететь, потому что у них там свои дела. Они не знают, как пойдет. Но будем надеяться, что за эти месяцы, что остаются еще до отпуска, у них все наладится. И мы сможем поехать вот такой вот большой компанией. Едем мы в этот раз в Каталунью. Это Коста Браво, городок Лая де Оро. Мы искали по всему побережью какой-нибудь хороший отель. И Адриан нашел это. Отель называется Сан Хорхе. У него достаточно хорошая оценка. 4 звезды. Ну, в принципе, звезды не так важны, как комментарии. Мы сперва все проверили на всяких сайтах. Какие комментарии, какие оценки. В принципе, везде очень хорошие отзывы об этом отеле. Также там есть парковка. И также туда можно с кошкой. Как вы знаете, мы путешествуем с нашей Микой. Так что для нас это очень важно. Мы взяли только завтрак. Обедать и ужинать будем где-нибудь, потому что, в принципе, если мы будем двигаться, смотреть что-нибудь, это нас только будет сдерживать. А мы посмотрели, в том городке как раз есть очень много ресторанчиков. Плюс там красивая набережная. Так что будет где сперва, например, прогуляться, потом пойти где-нибудь поужинать. И в обед уже будет все зависеть от места, где мы будем находиться. Например, если мы куда-то поедем, то будем уже ориентироваться по месту. Но, наконец-то, мы все зарезервировали, потому что это было ужасно. Ну, поиск отеля, это было тяжело. На это мы потратили несколько дней, пока нашли что-то более или менее, что нам подходит. И потом вчера мы сидели где-то 4 часа и искали билеты на самолет для родителей. И уже дошло до такого, что Адриан сказал, все, я скажу маме, что путешествие отменяется, не будем их мучить, потому что эта такая дорога нам выдавала, и он уже был вообще на пределе. И, слава Богу, сегодня он поговорил с мамой, и все решилось. Мама сказала, что им не важно, во сколько там лететь, посреди ночи, или как, сколько часов. Так что Адриан чуть-чуть успокоился, и вот мы, наконец-то, нашли билеты. Все купили, все зарезервировали, и теперь, конечно, уже только ждать наше путешествие, готовиться по чуть-чуть. Нам, конечно же, нужно изучить зону, какие интересные, красивые места там можно увидеть. Если кто-то из моих подписчиков живет там, на Коста Браво, знает, или вообще бывал там в отпуску, знает какие-нибудь красивые, классные места, пожалуйста, пишите в комментариях, я вам буду очень-очень-очень благодарна, благодарна, потому что, конечно же, в интернете не все можно найти. Например, мы здесь живем, и мы знаем, что в интернете половину нету красивых мест страны Баска, которые здесь есть. И я думаю, что там также мне не выдаёт, я вот сейчас сидела, смотрела, я думаю, что мне даже половину не выдаёт красивых мест, которые там можно увидеть. Так что вот такие вот планы у нас на отпуск. Но мы уже с Адрианом очень давно хотели вот так собрать всех вместе и отдохнуть. Ну, я, конечно же, надеюсь, что у сестры Адриана всё решится, и они тоже смогут приехать. И я думаю, что мама будет супер счастливая провести время отдохнуть со своими двумя детьми, потому что Адриан живёт здесь, его сестра Юля живёт в Германии, в Берлине. И они очень редко видятся, чтобы все вместе. Так что это будет для неё очень большой радость. Ну, да, и мы уже давно не собирались так все вместе. Мама и Дмитрий Васильевич были у нас, мне кажется, два года назад здесь, в Сан-Себастьяне. Мы тогда достаточно хорошо отдохнули, но, конечно же, Адриан работал тогда много, не было много времени, чтобы выходить. А вот сейчас отпуск, все свободны, так что будет намного веселее. Ну, и пока что вот такое. Пока что у нас есть нормально времени, чтобы приготовить направление наше, где поесть, что делать, что увидеть. Также нам нужно будет спланировать нашу дорогу в аэропорт, потому что мы приедем на день раньше, чем приедут родители, но потом на следующий день их утром поедем встречать, чтобы они там, им не пришлось долго ждать, потому что мы не знаем, как там с пробками будет. Обычно мы летели через Барселону и постоянно брали там такси. И таксисты, конечно, и же знают, как там быстро ориентироваться по дорогам и добираться. Мы вот переживаем, что можем или заблудиться, или попасть в какую-то пробку, и тем более там аэропорт, брат, достаточно большой. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Вы, конечно, и же все увидите. Я буду, как обычно, снимать. Быстрее всего будут ежедневные блоги. Нашего путешествия. А также не забывайте, что будет конкурс. Мы что-нибудь найдем там красивенькое, связанное с Каталунией, с местом, в котором мы будем. И разыграем это среди наших подписчиков. Но в этот раз я уже не буду там ставить заголовок в видео, вот, конкурс и всякое такое. А просто в видео скажу, вот, мы взяли вот это, вот это. Оно будет разыгрываться, потому что я хочу, чтобы в этот раз победителем был именно наш подписчик, человек, который нас постоянно смотрит, комментирует. Так что, вот такие вот дела. Потому что обычно, если в заголовке видео поставишь, то розыгрыш, заходят новые люди, подписываются, участвуют в этом розыгрыше, и потом просто стоят подписанными, то есть подписчики есть, но смотреть видео они уже не смотрят, а ждут следующего заголовка, когда опять же будет розыгрыш. И тогда опять начинают участвовать. А так я не хочу. Ну и сейчас я планирую, так как спала уже чуть-чуть жара, Адриана нету дома, Адриана на работе еще, я пойду чуть-чуть поутюжу, и поставлю себе какой-то фильмец, и займу себе вечер. Ну а с вами я, наверное, уже буду прощаться. Спасибо за просмотр, и до скорых встреч. Всем пока-пока.